У нас появилась небольшая проблема. Лошади второй день сбегает с электропастуха. Я объясню попозже, чем это опасно. У нас электропастух вообще в другом месте. А доктора я вообще не вижу. Непонятно вообще, где он. То есть рядом дорога, вот трактор едет. Здесь еще ездит машина на скорости. Ну и как бы она сейчас стоит, конечно, не на чужом участке. Но там, в общем, чужой участок. Ладно, там еще трава не выросла. А вот тут вот еще поле будут засаживать в ближайшее время. То есть нельзя их отпускать вот так вот. Они все растопчут. Непонятно, каким образом они уходят, пока не ясно. Саша поймал успешно диковинку. Доктора я не вижу. Не пойму вообще. Еще у нас чем опасность? У нас там участок люцерны. Идут дожди. То есть вчера они убежали в дождь. Если в дождь лошадь наестся люцерны, она просто умрет. Как бы... Опасно. Вон доктор прибежал с люцерны. Ну, Саша молодец. Вчера я ловила. И вообще у него как бы навыка раньше не было. Вот так вот словить лошадь. Потому что обычно, когда они убегают... Ну, редко такое бывает. Но бывает как бы весной тоже. Их еще... Они не подходят. То есть они знают же, что ты их ловишь, чтобы поймать. И они не хотят подходить. Вот. У Саши уже какой-то навык появился. Я смотри. Стоят они. Чешутся. Зевают. Смотрите, какая у нас грязь. Всем привет. Чешутся стоят. Смотрите, это груминг. Занятие у лошадей. Которое укрепляет их связь, дружбу. Вот. Таким образом они друг друга принимают. Вот эти вот засранцы. Всем привет. У нас появилась небольшая проблема. Лошади начали сбегать из электропастуха. Я нашел опять где. Да, нашел? Проблема. Они вообще... Я там все пастухом перекрыл, где они до этого входили. А теперь они входят в самый чаще, короче. В самом далеке леса получается. И весь лес обходит там внутри через всякие, короче, мелкие там тропки, кусты. Сломали там все деревья, в общем. Мы пролезли в итоге. Я вам покажу. Сейчас я иду доить, потому что уже опаздываю. Птичек там надо делать кое-что. Я вам покажу. В общем, наш участок расположен так. Сначала идет вот этот участок, потом идет пастбище. А вот с другой стороны, вот там вот, вот видите, вот это густонаселенный лес. Мы его называем лесом, но это чужой участок. Это чужой участок, которым никто не занимается. Его забросили. Там все ломается. Там очень буреломы много старых. Там веток всяких разрушенных там домов, зданий, не знаю, сараев. И лошади через вот это вот место проходят, получается, туда. За этим участком наш участок люцерны. И потом напротив уже вдоль дороги участки, получается, туда, куда они сбегают. Просто вдоль дороги трава чуть выше. Ну, потому что они ее не ели. И за, получается, этим леском наш участок люцерны. Я уже, ну, это очень опасно. Опасно тем, что, ну ладно, сейчас еще посадок нету. То есть ничего страшного. А так, естественно, это неприемлемо. Лошади растопчут все посадки. Там чужие участки. Там люди сено косят, капусту, картошку сажают. Ну, помимо этого, они наедятся мокрой люцерны, который у нас там растет. У нас там 60 соток люцерны мокрой. И, извините за выражение, сдохнут. Поэтому неприемлемо совсем такое. Мы не сразу замечаем, что они сбегают. Два раза уже был побег. Это вчера и сегодня. Вот. Ну, просто еще дело-то в чем? Вот там старый этот участок. Забор у них уже все сломался. Так я и говорю, он заброшенный. Да, я уже вот сказала, что он заброшенный. Мы не можем за людей ставить, извините, пожалуйста, забор. Там и так все... Купить мы его тоже не можем. И будут вопросы. Купить мы его не можем. Ну, в общем, вот так вот. Не из-за денег, а просто его купить сложно. Не будем уже прямо это произносить. Это не наше дело. Но он в ужасном состоянии. Просто раньше животные не могли пройти. А теперь лошади решили из-за доктора. Слава богу, он еще кастрирован. Вот. Покажу я вам потом, где они сбегают. У нас, кстати, очень холодно. Я вот вернулась в зимнюю кофту. У нас очень холодно. Сейчас 10 градусов. Каждый день холодрыга. Пишут люди, сажайте огород. Лера, где огород? Не знаю уже, как объяснить, что у нас очень холодно. И к тому же еще не зина ночью. До нуля опускается температура. Я не знаю, как сажать. Я так не умею. Мне тепло нужно. А теплицы у нас пока нет. И я пока не хочу в этом году теплицу. Во-первых, я не супер огородник, помидорная там царевна. А во-вторых, еще и Сашу опять напрягать. Ну, то есть он и так не успевает. Я стараюсь, чтобы он отдохнул все время, выкраиваю дни. А тут еще ему и теплицей заниматься. Нам еще и клетки делать. И там куча всего забора. И домом надо заниматься. Еще беседку хотим сделать. Да, без теплицы ничего страшного. Помидоры можно купить. А в грунт я пока не могу сажать. Я боюсь, что все замерзнет. Я не умею так. Ждем тепла. Еще домом надо заниматься. У нас дом старенький. Мы никак перейти не можем. У нас еще плохие новости очень. В общем, вчера убили одного цыпуненка Браму. Вот здесь вот нигде он не залетел. Коршун. В этом месте я не стала плести сетку, потому что я подумала, что вот это дерево, оно получается, листья свои распустит. И вот это место закроет. Ну, то есть, как естественное такое вот покрытие. Видите, оно уже прямо около рабицы. Но листьев пока нет, потому что очень холодно. И вот итог. Он забрался вот через вот эту вот дырку. Вот, кстати, а нет, не знаю, он там сидит, что ли, опять. Вот через эту дырку забрался и убил Браму. Вот так вот. Вот отсюда-то он не заберется. Здесь вообще заросли. А тут листьев нет. В итоге я сейчас подаю и буду вот тут вот плести и закрывать вот этот угол. Может быть, еще поуже сплету. Дисков у нас пока нету, чтобы повесить. Не знаю, у нас дисков нету. Ну, я даже не знаю, где диски найти. Только покупать новые, а старые где найти? Ну, в общем, отсюда он забраться не может. Вот он отсюда забрался. Вот так вот. И дела. Остальные все в порядке. Пухнут, растут на южной короне. Уже, я смотрю, вообще они уже скоро ростом будут. Вот с эту курицу взрослую. А им даже двух месяцев еще нету. Вот взрослая курица. А это полтора месячные цыплята. Такие большие вообще. Я их выпускаю, все равно не запираю. Они ходят, что-то тут. Пускай закаляются. Пускай. Немножко подчихивают, но это они из-за пыли. Из-за пыли подчихивают. Не из-за каких-то там простуд. Травку щиплют. Может, червяков каких-то ищут. Травку я им еще кидаю. От кокцидиоза сейчас пропаю. Вот стоят бутылки. Мы наполняем, оставляем их. Там раствор от кокцидиоза, потому что они как бы перешли на улицу. И у них содержание напольное. В общем, сейчас, пока я не доплету, надо следить. Потому что прогулки прогулками, а он, оказывается, с угла там может залететь. О, как травку живет. О, хорошо гуляет, бегает. Вать, 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 вать. Какие хорошие. Так, если вы не забыли, у нас же здесь еще маленькие есть, которые от наших, получается, кур. Вот, мы их переселили, получается, с брудера сюда. Кучуть хотят. Опа. Так, они такие не очень большие, но у нас курсы кросс, смешанные непонятно с чем. Ну, вот такие. Я уж не помню, сколько их, месяц есть, нет, я не помню. Ну, такого они размера. Ну, все хорошие, здоровые. Тоже они на комбикорме. Короли. Немножко кукурузы у нас тут рассыплю. Там яички, все что-нибудь вкусняшки. Это брамушка. Ее обижают. Это вот та вот брамушка, которой съели крыло. Помните, я вам рассказывала? Что-то повредило. Он, ладно, вот крыло, там даже не растет пока ничего. И его заклевали. И когда мы перевели, получается, всех в уличный домик, опять на него все напали. То ли он там что-то испугалась, этого птичка, не знаю. Только его трогают. То ли он как-то ходит странно, я не знаю. И я его переселила вот сюда к малышам. И его здесь никто не обижает. Наоборот, вот это вот, я не знаю, это петух или курица. Наоборот, она защищает этих цыплят, учит их чему-то. Они вообще под крылом, вот этой обиженной курицы живут. Вот эти все маленькие. Ну, вот так вот они и живут, сегодняшний. Вот. Вот такие вот растут. С брамочкой. Ну, он и самый маленький, вот эта брама. В общем, достало темно. Здесь не очень светло, но изначально здесь, как бы, мы сделали темноку, в подвале не светло. Из первоначального расклева. Кстати, вот на этих цыплятах у нас расклев так и, как бы, тьфу-тьфу, тьфу-тьфу, не было. То есть мы делали все правильно, температурный режим, скучилось, получается, исключали. Потом комбикорм у нас был изначально хороший, в фракции, правильно, маленький. И расклева не было. Ну, я серым немножко им добавляла, когда прям совсем у них, то есть они чесались, там перо у них потом лезло. Ну, вот ничего. Вот. Вообще, каждое утро у нас примерно так и начинается. То есть мы кормим птичку, кормим всех, дуем. Сейчас я пойду собирать траву. Сначала я собираю траву для птичек, потом собираю траву для свиней, там крапиву, все такое. Собираю крапиву по всяким злачным местам. Собираю травку сочную, одуванчики. Уже крапиву для цыплят я не режу. Все хорошо ногами работают. Их вот так вот шершершир и кушают. Я вот приемник на самом деле не особо нянщица. Сначала, конечно, когда породистых-то выделимый цыплят, я, конечно, поиспугалась сначала. А сейчас смотрю, ничего, они такие же пуры. Я как бы не хочу с ними нянщиться. В дворе растет вот такая вот хорошая, хороший одуван. Вот, в очень он цыплятом подходит. Казалось бы, собираю не хочу. И можно и свиньям. Поэтому во дворе, хоть и вот такие вот большие одуванчики, их свиньи тоже очень любят, я не собираю для свиней. Просто хотела вам сказать, ну, чтобы кто-то хотя бы это запомнил. Может быть, это пригодится. То есть птицам мы такую траву можем давать. Там, где есть контакт с гуаном, с собак, лошадям мы можем давать, козам. Ну, козам тоже так 50-50. А свиньям нельзя. Именно потому что вот фекалии собак и вообще и нас, и людей, и всех плотоядных, контактируя с свиньями, то есть если попадет это к свиньям, даже частицы какие-то, потом это все переходит в таких паразитов, которые живут у свиней в мышцах. И потом мы кушаем это и заражаемся, и это все смертельно, навечно. И чаще всего там одно заболевание можно вырезать там на печени, если успеть, а другое заболевание никак не вылечить. Поэтому я как бы с этим строго. Все это у меня легче травку собрать в другом месте. Но действительно, ну, есть такое. Может быть, если бы я не знала о таких заболеваниях, о том, что вот эта вот цепочка заражения идет от фекалий плотоядных человека, потом цепь идет на свиней, потом вот так вот обратно к человеку через мясо. Если бы я об этом не знала, может быть, мне было бы пофиг. А я знаю, и мне прям неприятно. Так, ну что, дорогие друзья, все переживали за конек очень сильно, то, что нас замочит, потому что я конек не сделал. Ну, вообще, вот он там вот так вот выглядит. Сделал я этот конек уже, не знаю, дня три назад, наверное, перед дождями. В общем, я его успел вечерком забил, и все отлично там. Вот так вот. Там получается рубероид снизу, и сверху доска, угольник не забита. Вот так вот, скажу, вот так вот. Вот, и все, ничего не протечет. Ну, уже ничего не протекало. Все отлично, в общем, хорошо. Здесь тоже многие писали о том, что ласка заберется там через ваши вот эти вот щели. На самом деле, да, щели очень большие. Конечно, у нас ни разу не было ласки. Ни одну курицу за четыре года у нас не цеплят, никого не убивало. Но раз на раз, как говорится, не приходится. Сейчас мы, сейчас я вот эти вот щели заделаю. Они тут большие, такие довольно-таки. Тут туда никакой ласка заберется. Вот. Что придумал? Сперва хотел доску пустить с вырезами, чтобы она вырезалась, чтобы сюда вот стыковались и закрывали. Но в итоге я вот придумал вот так вот решение. Сейчас нарежу вот таких вот, так сказать, бревнышек, как их назвать, пенечков. И вот так вот пеньками вот эти вот все щели вот так вот закрою просто. Мне кажется, и смотреться будет прикольно. Такой будет дизайн из пеньков с двух сторон. И все. Думаю. Но еще одна проблема бы тут есть. Вот как вот здесь вот закрыть. Смотрите, ну отсюда я не знаю. Отсюда проберется, что ли, она через эти вот щели? Может пробраться или нет? Тоже напишите в комментариях. Я думаю, может, что просто запенить или что-то чем-то заткнуть. Конечно, затыкать много надо. Тут вот длина шифера какая-то какая. В общем, сейчас я это сделаю и покажу вам результат, что получится. У меня вообще уже очень боятся. В ногах ходят, ноги бьют. Ребята, конечно, они смешные. Вот мы, кстати, поставили здесь электропастух, чтобы, так сказать, они туда не попали. Но там вот такой бардак. Сейчас получится пройти. Пошли. Вот это лошади уже протоптали. Как-то обычно. Здесь заросли были. Вот лошади через вот это вот место. Мы тут нашли у них тропинку. Вот здесь вот проходили. Следы мы здесь нашли вчера. С утра тут ливень был уже. Вот тут вот они приминают тропинку. Вот даже их следы. Вот такая вот разруха. На этом участке видят такое. И вот тут они сделали себе выход. Вот. И оттуда, вот она тропинка, они выходят к дороге. Очень опасно. Я уже говорила, там дорога, участки чужие. А у нас вот за этими зарослями люцерна растет сразу. Очень опасно. Ой. Что-то там шуршит. Господи. Ой. Лана. Лана, иди сюда. Господи, там живет, что ли? Черт, что ли. Какие-то звуки. Лана. Блин, это Лана там ходит. Ты что меня пугаешь? Не ходи-ка туда, ежиков своих не ищи. Пошли, Лана. Пойдем. Сейчас как все бахнет на тебя. Хотя там в другом месте шумел. Но это Лана, наверное, была. Я там же спугалась. Лана сама боится. Ее веточка тронула. Так, ну вот. В итоге вчера они вот через вот этот вот проход убежали. Мы им все перекрыли. И Саша сказал, вот они нашли новый проход. Ну вот так вот обстоят дела здесь. Как бы мы этим заниматься не будем еще. Нам своего мусора хватает. Ужасно мусорного дома и участка. Нам вот еще чужое убирать. Честно, они не хочется. Все дырки придется перекрыть. Доктор очень умный. Я думаю, может, это впустить. Чего? Там линию пустуха с начала и до конца. А эту часть оставим. С той стороны? Нет, эту вообще туда заходить они не будут. Вот так вот линию прям до... Можно. Можно. Да, можно. Давай, давай, так сделаем. Ну, короче, мы просто сейчас покажу. Разрешаем лошадям заходить пастись на часть, там, 10 соток, наверное. Участок, где нет никаких зарослей, где мы что-то там вырубали. Где бывшие хозяева, получается, нашего участка пользовались. Сейчас покажу. Вот тут вот немножко есть такая территория, где лошади... Вот нашу люцерну видно. Где лошади пасутся. Там забор. Там сзади все перекрыто. Здесь пастух. Здесь мы уже перекрыли. Теперь они, Саша сказал, вот как-то через лес ломанулись и что-то пошли вот искать туда. Ну, потому что они траву тут все съели. Или доктор на приключение. Вот. Через вот такой вот лес они туда пошли. Саша сейчас предложил вообще эту территорию закрыть. Наверное, так мы и сделаем. Чтобы, ну, они вот сюда вот попасть, получается, не могли. Чтобы у них вообще не было возможности сбегать. Ну, потому что вот это вот все, вы посмотрите, огородите. То есть впереди вот эти заросли далеко, вот, где наш сарай. Вот так вот, что затоходит. Но это невозможно. Я не хочу на это, как бы, тратить средства и Сашину силы. Надо действительно вот перегородить вот здесь. И все. А здесь то, что вырастет, мы просто скосим или, ну, как-то кратковременно будем заводить животных. Вот, кстати, дикитый чеснок. Все растет. Это вот я драла сколько времени, и он так и растет. Уже, ну, хотя нет, пахнет. Вот он там везде растет. Так. У меня электропастух. Из-за вот таких веток плохая проходимость. Получается, токо происходит. Лана кого-то ловит. Ну, вот с ней надо так гулять периодически, отдыхать. Чтобы она отдыхала, набегалась. Сейчас она в речке покупается. Надо выгуливать обязательно. Разгружать немножко психику. Порода серьезная, опасная. Вот. Людей у нас тут нету. Ну, людей она не нападает. Но, естественно, контакта с людьми, с детьми какими-то мы не позволяем. Категорически. То есть гуляет она только вот так вот с нами. Недавно вообще, хорошо, что у нас собака есть. Недавно прибежала к нам хаски. Тут у нас в районе какая-то хаски все время бегает в ошейнике. Я не знаю, кто, на что гора, зачем ее отпускать. Хаски давит курвить. В общем, я ее видела, когда там ездила в магазин, что она бегает. И тут к лошадям она прибежала и за ноги кусала, лаяла вокруг. Вообще, лошади могут испинать собаку насмерть. Но, несмотря какие лошади. То есть, если они испуганные, диковинка еще такая меланхоличная. А доктор еще жеребенок. И то есть, доктор хотел там его испинать. А хаски агрессивная нападала. И как бы они испугались. И не могли даже домой прийти. Она лаяла, лаяла, лаяла. Потом вообще побежала вот к нам на переход на второй участок. Я думаю, блин, слава богу, она не приперлась днем. То есть, курицы уже домой ушли. И пришлось Лану на нее спустить. Вот пока Лана не прибежала, эту хаски не покусала. В общем, потом Лана гнала ее вообще до реки. И она убежала то ли вплавь, то ли куда хаски. И вот пока мы Лану не выпустили, то есть, мы минут 20 ждали. Мы ее палками гоняли, чтобы она ушла. Она не уходила, гавкала и на нас, и на лошадей. А вечер был темно, и лошади как бы боятся. Ну вот, если плана не было, не знаю. Как бы мы от нее взяли бы лошадей и довели бы до дома, и эту хаски бы еще домой притащили. Она бы там еще лаяла, не знаю, что. Хорошо, что собака есть. Вот когда такие большие территории, надо обязательно охранную собаку иметь. Не обязательно Алабая, но просто того, кто хотя бы отпугнет таких дурных собак бестолковых. Вот Ланочка развлекается. Ланочка. Деловая. Прозрачная какая река. Особо она не поднималась в этом году. Смотрите, листочки до сих пор не распустились. Уже середина мая практически. Вообще холодно. Нюхает Лана, оставляет свои метки. Пойдем, Лана, речку посмотришь. Пойдем. Чуть-чуть лапки помочишь. Она воду очень любит. Давай, помочи лапки немножко. Пойдем. Вот так. Ой, хорошо. Вот так. А ну вся. Она любит речку. Ой, там что-то попадало. Бобры, что ли, к нам приползли. Вода холодная, конечно, еще. Ну, немножко уходила. Как водопад. Вот камни внизу. Какие-то растения. А, какие-то развлечения. Остальные. Так. Ой, щепоня, да? Холодно, да, Витя? Холодно. Смотрите, у нас тут на поле очень много растут вот этих штучек. В прошлом году я их показывала. Мне писали, что их можно жарить. Вот. До какого-то расцветения или вроде того. Их у нас очень много здесь растет. Вот, видите. Ой. Мне они кажутся какими-то противными. И хоть я и читала в интернете, что они вроде вкусные, я их побаиваюсь жарить. Смотрите, сколько их, вон. Мне страшно. Мне кажется, что я отравлюсь или вроде того. Вот. Такие. Так, ну вот. Результат. Все закрыл. Или точно сюда ничего не проберется. С той стороны тоже самое. Сделал. Сетка. Сетку поставил. Чуть не видно ее, конечно. То есть, эта штучка будет открываться в такую теплую погоду нормальную. Ну и днем, наверное, и ночью будет открыта. И все, через сетку уж никто не заберется. Зато будет все выходить отсюда. Лера продолжает вязать. Вот этот вот квадрат надо закрыть теперь. На который я понадеялась, что листья распустятся, а их все нет. Все, будет теперь. Покажу. Так что, работа ведется. С утра пораньше, да? Ну, вообще думали, эту неделю отдыхать будем. Так обычно, все. Смотрение за людьми выходит. Не боитесь вы, да? Ничего. Птица, кстати, пролетела мимо. Здесь какая-то галка или этот. Ну, в общем, да, птица пролетела. И сразу они все такие хоп наверх. И все в курятник побежали. Боятся. Брама, как обычно. Умереть хочет. Ничего не боится. Стоит, смотрит. У вас уже одну поймали. Браму. И стоит, вот, говорит, последний. Тур-тур-тур, иди отсюда. Шмак. Вообще даже. Ой, там вот дверь открылась. Там вон курюки свободно ходят с петухом нашим крутым. Нас петух уже защитит. Да, от любого коршуна. С жизнь отдаст. Крутой. В общем, как-то так, да? Ага. Ладно. Что, будем со всеми прощаться. Да, всем пока. Давайте, всем пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok